Роберт Сапольский «Кто мы такие?» Гены, наше тело, общество Часть первая Гены и кто мы такие? Введение Мы знаем, как чинить поломавшуюся машину Мы не зовем экзорциста, чтобы он прочитал заклинание над двигателем Мы находим специалиста, который может этот двигатель разобрать Найти неисправную деталь, починить или заменить ее И собрать все обратно Когда совершается преступление, а виновник неизвестен Мы знаем, как выяснить, что произошло Мы не хватаем подозреваемого и не сжигаем его на костре Чтобы, если он сгорит дотла, счесть это доказательством его вины Мы рассматриваем таинственное происшествие последовательно Находим свидетеля шагов А, Б и В и другого, который видел Д и Е и так далее Чтобы сложить из частей полную картину Точно так же мы знаем, что делать, если неисправность возникла в теле Мы не приносим в жертву козла, чтобы задобрить дух родственника, умершего, до того, как мы успели вернуть ему долг Мы зовем эксперта, чтобы он разобрался в болезни А тот находит крошечную деталь, от которой идут все проблемы Например, бактерию или вирус, и все исправляет Подход к решению больших проблем по принципу Найти неисправную детальку и починить Называется редукционизмом Если вы хотите понять сложную систему, разберите ее на составные части Редукционистское мышление веками преобладало в западной науке Оно помогло вытащить Запад из трясины Средневековья Редукционизм отличная штука Я рос в начале эры Джонаса Солка, американского вирусолога Одного из разработчиков первых вакцин против полиомилита И страшно рад, что мне достался прекрасный продукт редукционистской науки, его вакцина А может это был Сейбин, коллега Солка, не будем даже влезать в это Иначе моему педиатру пришлось бы укращать демона полиомилита заговорами и амулетами с козлиными внутренностями Редукционистский подход в медицине дал нам вакцины Лекарства, останавливающие конкретный шаг воспроизведения вируса Определил, в каких частях организма кроются разные болезни Средняя продолжительность жизни человека благодаря редукционизму за прошедший век намного увеличилась Так что если вы хотите разобраться в том, кто мы такие с точки зрения биологии и нашего нормального и ненормального поведения Редукционистский подход дает ясный план действий Понять индивидов, составляющих общество Понять органы, из которых состоят эти индивиды Понять клетки, составляющие эти органы И в самом низу, в основании всего сооружения Понять гены, командующие клеткам что делать Этот подход повлек за собой вакханалию редукционистского оптимизма И породил самый дорогой исследовательский проект в истории биологических наук Секвенирование генома человека Выходит, что гены Это фундаментальные редукционистские кирпичики биологии В том числе и биологии поведения Что означает для большинства людей фраза Поведение заложено в генах Что поведение врожденно, инстинктивно Что поведение предопределено, неважно что вы будете делать Что, если вы действуете в сфере общественной политики Не стоит тратить ресурсы в попытках предупредить это поведение Оно неизбежно Что, если ваши представления об эволюции слегка устарели Поведение каким-то образом адаптивно Есть причина, по которой оно на самом деле полезно и хорошо Оно отражает некую мудрость природы И все так и должно быть Первая треть этой аудиокниги Рассматривает, как гены связаны с поведением С тем, кто мы есть И вы уже можете догадаться, к чему я клоню К опровержению идей, которые только что привел Я хочу показать, как часто гены почти никак не влияют на нашу биологию В первом эссе я обращаюсь к тому Как гены связаны с одним из самых важных Для нашего многострадального мира вопросов Объясняя, кто попадает в спецвыпуск журнала People О 50 самых красивых людях мира Как мы увидим, в этой сфере катастрофически не хватает исследований Я буду считать, что аудиокнига выполнила свое предназначение Если первое эссе вдохновит хотя бы одного молодого ученого заняться этой обескураживающей темой Второе эссе «Ген просто так» знакомит слушателя с тем, что, собственно, гены делают Как мы увидим, нельзя понять функции генов, не выяснив, как окружающая среда регулирует эти гены Третье эссе «Генетический ажиотаж» обращается к другому аспекту Одна из важнейших идей во всей биологии состоит в том, что невозможно установить, что является результатом активности определенного гена, а что определенных условий среды Можно рассматривать лишь взаимодействие этого гена с этими условиями Взаимодействие ген-среда настолько важны, что вас не научат секретному рукопожатию биологов Пока вы не будете использовать эти слова в разговоре хотя бы один раз в день И, как и любое универсальное и фундаментальное понятие, его забывают учесть в самых разных ситуациях Третье эссе пытается этому противодействовать, приводя обзор исследования, в котором показано, что едва различимые изменения условий могут полностью изменить влияние генов на поведение Пятое эссе о мышах и людских генах рассматривает взаимодействие ген-среда в жизни эмбрионов и новорожденных И то, как эти взаимодействия отражаются на поведении взрослых, в том числе людей Посреди всего этого генного безобразия четвертое эссе «Генетическая война мужчин и женщин» рассматривает область, в которой гены значительно влияют на развитие мозга, тела и поведения Основная мысль здесь в том, что эти гены – одни из самых загадочных среди известных нам Они нарушают все святочтимые догмы генетики И что самое удивительное, в существовании этих генов обнаруживается смысл, как только мы начинаем понимать, что в процессе эволюции шла генетическая война между самками и самцами В том числе между человеческими особями противоположных полов Предупреждение! Эта эссе – не лучший выбор для прослушивания в первую брачную ночь И, наконец, шестое эссе «Глиняные рога» возвращает нас к причудам отношений между полами У видов, в которых самки и самцы после совокупления разбредаются в разные стороны, все, что самка получает от самца – это гены его спермы Это эссе показывает, что во многих таких видах самцы развили техники саморекламы Какие из них выйдут отличные партнеры? Какие у них потрясающие гены? А самки развили способы определять, не врут ли парни Как мы увидим, в процессе этих межполовых битв за правду в рекламе генам придается большее значение, чем они имеют на самом деле Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова